Спасибо. Меня зовут Павел. Я работаю в компании Akmeter. У нас здесь есть стенд. Можете к нам подойти, если вы не знаете, что мы делаем или знаете недостаточно подробно. Мы делаем мониторинг, который умеет детально знать, как работает Postgres, умеет показывать детально, что там происходит. Соответственно, мы про это много думаем, много чего-то делаем. Я решил поделиться тем, как мы используем известные методологии мониторинга, такие как USE и RED, в том, как мы строим наши представления, статистические работы Postgres. Часто бывает ситуация, наверняка вы сталкивались, что или вы, DBA, к вам приходит разработчик, или вы разработчик, и у вас какие-то проблемы с производительностью базы, и вы думаете, что база работает плохо. На самом деле тут проблема, конечно, не буквально в софте баз данных, а в том, как она используется в данный конкретный момент. И это может быть неправильное значение, какое-то неоптимальное использование, а может быть, перформанс-проблема возникает не от того, что вы неправильно используете базу, а из-за того, что вы не знаете, как она в данный момент, что там с ней происходит. И поэтому нужен способ заглянуть, что там внутри происходит. Но все, конечно, не так просто, потому что Postgres — это много кода, много подсистем, много системных юг, и, конечно, про многие, если у вас есть опыт, вы про многие из них что-то знаете, про производительность самих серверов вы представляете себе, что там можно смотреть, что можно оптимизировать, но все равно такой опыт, ad hoc набранный, он в конкретной ситуации может там сработать, может не сработать, и нужна какая-то система, как вот через все это продираться, когда у вас гипотезы ваши собственные закончились. Вот, есть такая методология, use, она говорит, что все куски системы можно рассматривать как ресурсы, и, соответственно, эти ресурсы надо мониторить в трех аспектах. В том, какая утилизация у данного ресурса, saturation, насыщение, и ошибки, которые этот ресурс возвращает. Но зачем вообще методологии, когда есть вот эти все стандартные вьюхи, ну, мы знаем, pg-stat-activity и прочие вьюхи, зачем все притягивать методологии? Затем, что это позволяет передавать знания, то есть, например, один, вы разобрались в какой-то часть системы, покрыли ее там мониторингом или взяли готовый мониторинг, и, соответственно, вы хотите это коллегам рассказать. И это можно рассказывать как-то ситуативно, и, соответственно, а можно использовать какую-то уже готовую модель, в которую конкретный аспект вписывать, и тогда будет проще передавать эти знания. Что такое утилизация? Когда говоришь утилизация, всем, ну, многим наверняка на ум приходит CPU usage, который мы видим, и там Eostad, использование сети. И там есть параметры утилизации, которые за нас уже собирает операционная система. Казалось бы, ну, все просто. Мы вот видим, что они там высокие, допустим. Это значит плохо. Но теперь, допустим, это сервис баз данных. Это сервис с Postgres. И вы пошли смотреть, что же в Postgres не так. Посмотрели всеми вашими стандартными, ну, go-to способами, увидели, что никакой конкретно процесс, бэкэнд не выделился. За эту картинку спасибо компании Data и Grid. По-моему, там было на предыдущем слайде. Да, вот они. Ну, в общем, вы посмотрели, и ничего вроде так не находится, и вот нужно во всем этом разбираться. Как натянуть фреймворк утилизации на вот что-нибудь из этого? Ну, мы начнем с левого верхнего угла. Клиентские бэкэнды. Это процессы, которые Postgres создал, чтобы обрабатывать соответствующие коннекшены и запросы в этом коннекшены от клиента. Значит, утилизация. Это ресурсы можно разделить на два типа в каком-то смысле. Это условное деление. Я потом приведу примеры, когда деление совсем правильное. Одно — это какие-то временные ресурсы, например, процессорное время, дисковое время. Соответственно, его утилизацию мерить, ну, процент времени, когда выполнялась полезная работа. Тут возникает сразу вопрос, что такое полезная работа, потому что, например, на спинлоке, когда крутится какой-то бэкэнд, наверное, это не очень полезная работа. Но, тем не менее, CPU usage системный, и будет показывать, что процессор был занят выполнением работы. Вот другой тип ресурсов — это пространственные, я их назову так вольно. Ресурсы, которые, например, память, свободное место на диске, какие-то слотовые вещи, которых есть ограниченное количество, и процесс, например, может взять какие-то вещи. Это вот другой пример. Значит, почему вообще, зачем нужна утилизация? Затем, что у этих двух типов ресурсов есть capacity. Если 100%, значит, больше работы этот ресурс принять не может, если он принимает работу, или больше выделенных слотов быть не может. Значит, это будет проблема, когда новая работа приходит, а она не может быть выполнена. Есть два варианта, куда она денется. Она либо денется в очередь, и тогда, соответственно, мы видим, что система тормозит, либо происходит отказ, то есть система не готова взять эту работу. И вот для двух этих сценариев есть две другие метрики. Собственно, вся методология возникает из-за того, что мы меряем capacity, и что происходит, когда capacity заполнено? Два сценария. Один — это ставится в очередь, и нам тогда нужна saturation, которая мера насыщения этой, например, очереди. Размер ее или в каких-то единицах измерены. И если не может, то это ошибки. Вот, ну посмотрим на бэкэнды Postgres. Конкретно бэкэнды можно посмотреть в системной юхе PGStatActivity. Видите, вот какая-то картинка во времени, мы видим, как меняется. Вот тут ночью большой всплеск, и в принципе довольно высокая утилизация из 300 коннекшенов, ну там сколько-то мало остается свободных. Но в целом нету такого, что в какие-то моменты как будто бы занята система полностью. Кажется, что тут более-менее, ну какая-то нестабильная, но нормальная ситуация. Вот другой пример, да, когда утилизация константно высокая. Мы не, здесь нет четкого процента, ну точно не выведен процент, но понятно, что это высокая утилизация, и что, например, если вдруг в систему приходят какие-то дополнительные задачи, которые она должна выполнять, тут может копасть и не хватить. Именно конкретно этого пула бэкэндов, который Postgres ограничивает с помощью сеттинга MaxConnection. Вот, но если посмотреть вот в этот кейс подробнее, вывести стейт этого коннекшена, выясняется, что, ну, превалирующая часть этих используемых коннекшенов, бэкэндов, она в состоянии idle, то есть connection простаивает, в нем ничего не выполняется. Есть также какое-то количество idle на транзакшен, значит транзакция открыта, но запросы не идут. И есть какое-то количество прям мало active, которые что-то выполняют. Сразу возникает вопрос, что это, в общем, не… что тут утилизация как бы не одна, а их три. И мы смотрели на одну, но на самом деле это нам не описывает полностью картину. Почему? Потому что эти три утилизации соответствуют на самом деле трем разным ресурсам. Несмотря на то, что мы рассматриваем это как один какой-то ресурс, ну, до этого момента говорили так об этом, по крайней мере, как один ресурс, что это вот пул коннекшенов. На самом деле там три ресурса. Один это пул коннекшенов, другой это транзакции, которые открыты. И, соответственно, это объем транзакций, который может быть открыт одновременно. И третий это транзакции, которые выполняются. Там, конечно, будет транзакции, в которых что-то выполняется. Там уже будут более детальные какие-то ресурсы, которые локи конкретных таблиц или что-то такое. Вот. Вернемся к предыдущему примеру, где мы думали, что все лучше, чем в том. То есть здесь в каком-то смысле полезную работу выполняют коннекшены. Ну, дай бог вот эти вот active 5% коннекшенов, а утилизацию мы репортовали как 95% до этого. Здесь ситуация вот такая. Мы думаем, что она лучше. Но опять-таки посмотрим, что у нее внутри. И наоборот, здесь получается, что полезной работы эти коннекшены выполняют много. Вот. Что еще здесь хочется сказать? Что вот мы рассматривали, что вот здесь высокая утилизация. Но что значит высокая? Вот эти в данном случае 100 коннекшенов, которые max connection limit, это вообще произвольное значение сеттинга, который мы или там default установил для этой базы. Оно могло быть в два раза меньше, могло быть в два раза больше. И сразу у нас утилизация становится либо маленькой, либо стопроцентной. И вот. Соответственно, этот пул – это искусственное ограничение. И где-то мы этим ограничением можем управлять. Это вопрос о том, какая часть системы нам подвластна. Где-то мы можем управлять этим ограничением, где-то мы, например, этим ограничением управлять не можем. Вот. Зачем вообще нужна saturation? Ведь по высокому утилизацию уже все понятно. Вот. Ну, как мы смотрели, что saturation вводится для ситуации, когда утилизацию 100% и работа откладывается в очередь. Зачем вообще мерить ее? И так уже понятно, что работа встала в очередь, потому что утилизацию близко к 100, значит работа встает в очередь. Ситуация такая, вы смотрите на топ и видите, ну, топ, вы запустили на машине и видите, что CPU usage невысокий, но тем не менее low-deverage очень высокий. Это типичный пример ситуации, когда утилизация не 100%, а saturation тем не менее высокий. Low-deverage – это мера saturation, ну, такая, посредованная, но в каком-то смысле. Она меряет все runnable процессы, то есть те, которые готовы бы исполняться на процессоре, но процессор занят, и они стоят в очереди в планировщике. Соответственно, но при этом видим, что CPU usage невысокий. Как такое происходит? Ну, могут одновременно проснуться много процессов и хотеть исполниться. И вот в этот конкретный момент очень много стоит в low-deverage. Low-deverage оконным образом сглажен, поэтому он вам показывает немножко эту ситуацию назад. Но если мы этот топ смотрим раз в секунду, то внутри этой секунды процессор мог действительно какую-то значимую часть времени ничего не выполнять. А тем не менее процессы стоят и ждут. То есть с точки зрения responsiveness системы у нас ухудшается производительность. Ну вот еще один такой пример. Здесь вот ситуация уже какие-то выбросы, есть idle in transaction. То есть у нас есть какие-то моменты, когда многое вдруг в транзакции открывается. Это я хотел привести пример, как saturation переходит в ошибки. Здесь вот мы еще добавили на график idle, добавим на график max connection, чтобы видеть в относительном масштабе все. Ну и кажется, что здесь вообще проблемы никакой нет. Там вот только дырка справа есть почему-то. На самом деле я вас тут как бы обманываю, потому что в селекте из pg-stat-activity я не взял connection, у которых waiting был true. То есть они на самом деле в active state, они выполняют какие-то запросы, но waiting у них при этом… ну они ожидают чего-то, а не в состоянии waiting. Вот. И здесь ситуация сразу другое… сразу другое понимание ситуации возникает, если это вывести. И вот у нас доросла, дорослась утилизейшн этого connection пула до 100%. И после этого мониторинг перестал работать, потому что он не может от базы ничего получить. Вот. Что это такое waiting на самом деле? На самом деле вот здесь высокая утилизация ресурса этого, она связана с тем, что где-то произошел saturation внутри. Вот во всем этом стеке Postgres, который мы рассматривали, где-то внутри уперлась в какой-то лимит. Какой это лимит? Ну это довольно просто. В данном случае это локи, которые один connection ожидает… Один запрос ожидает, когда другой освободит ему лок. Мы видим, что локи росли, росли, росли. Ну и, соответственно, connection-ы, backend-ы росли, которые ожидают этих локов. Ну и все застоприлось. Вот. То есть на самом деле локи в этот момент был… Лок какой-то соответствующий, допустим, единичный какой-то лок, он был утилизирован полностью, он был занят. И с одной стороны вот лок это… вернемся назад. Лок это с одной стороны space ресурс, у которого утилизацию надо мерить, он занят или он свободен. С другой стороны нужно смотреть на время, которое этот лок конкретно бывает занят. Ну и, соответственно, connection-ы, которые ожидают этих локов, это мера saturation уже конкретного лока. Но эти backend-ы, которые мы рассматриваем все это время, они на самом деле, прежде чем Postgres создаст backend, процесс backend-а, у него есть еще… Этот connection должен ему от клиента прийти. То есть клиент устанавливает, ну в данном случае TCP-соединение, рассматриваем, и он устанавливает TCP-соединение, постмастер его аксептит, и только потом создает backend или решает, что все, мы больше не создаем. Ну вот как ситуация там. Мы больше не создаем, мы всех отправляем, говорим им reset, ну они вот в time-wait туда сваливаются, что видно. Вот. Почему это важно? Потому что на самом деле мы думаем, окей, connection у нас ограничены вот этим. Но connection ограничено одновременно много чем. А, ну это вот постмастер я хотел привести. Вот сейчас я объясню, чем еще connection, вот этот connection-pool на самом деле ограничен. Он с одной стороны слотовый, но тоже с другой стороны временной. Вот что мы здесь видим? Здесь ситуация, ну там в какой-то момент было много активно работающих клиентов, но чем эта ситуация принципиально отличается от других? Ну там вот провал какой-то, про который мы сейчас поговорим. На самом деле здесь лимит connection в 5000 стоит. Это просто очень много уже connection, очень много backend на этом постгрессе сконфигурировано. Что здесь происходит? Здесь на самом деле в какой-то момент были дропнуты все connection-ы, и, соответственно, они потом клиентами восстанавливались заново. Вот, с точки зрения TCP выглядит так, все они пофинишились, они ушли все в time-wait, а потом клиенты, которые хотят все-таки в постгрессе что-то делать, они там наоткрывали эти соединения. Но что происходит еще раньше в операционной системе? Когда приходит connect, если постмастер не успевает акцептить достаточно быстро, то connect-ы помещаются в бэклог listen-сокета. И мы видим, что вот в этот момент, когда там вот был search, бэклог этого конкретного сокета занят на 100%. Он тоже имеет ограниченный размер, это тоже ресурс, и он занят на 100%. И для того ресурса, это показатель того, что здесь кто-то стоит в очереди, это метрика saturation, а здесь на самом деле это метрика утилизации backend процесса. Ну и, соответственно, те, кто не влез, кому не повезло, кто в этот бэклог не встал, им система просто отправила ресет, значит, на клиентском уровне это вообще ошибка. Клиент пытается к постгрессу подключиться, а ему на уровне TCP говорят извини. Зачем вообще нужен red, если есть use? Вот вы, может быть, DBA, вы, может быть, серверный админ, вы, может быть, инфраструктурный, вы, может быть, разработчик, может быть, что-то среднее из этого. Предыдущее все годилось для оценки производительности и улучшения ее. Если вы можете менять что-то с базы данных, но зачастую, например, вы используете какую-нибудь базу данных, которую вам поставляет другой отдел, и вам подконтрольны запросы только. И вас на самом деле парит только, насколько быстро постгресс отвечает на эти ваши запросы. Тогда вам лучше подойдет методология red, которая говорит, что нужно для каждого сервиса, который обслуживает запросы, нужно мониторить, сколько этих запросов, сколько этих запросов, сколько было ошибок, ну, соответственно, в сравнении с тем, сколько запросов. И duration, то есть распределение времен ответов соответствующих запросов. Вот, опять-таки, мы рассмотрим пример. Для постгресса, например, запросами могут быть транзакции. Вот они приходят, потом они, допустим, закрываются или что-то такое. Вот, ну, мы здесь видим стабильную картину, где-то там к концу дня все улеглось, поменьше транзакций стало. Вот, если посмотрим на rollback, который как бы бизнесовая ошибка, да, то вот этот вот, например, пик, который вот здесь был непонятный, пик в 6 часов, он становится более понятным, потому что был час, час какие-то транзакции откатывались все время, потом заработало все, и, соответственно, был search в этих транзакциях, пик, который выброс, что какое-то количество клиентов их насоздавали. Вот, в этом смысле, то есть вот про rollback и про, там, допустим, exceeded limit connection, надо понимать, что у запроса вот в этом red есть два типа ошибок. Есть клиентские ошибки, а есть серверная сторона, да, и, соответственно, серверные ошибки. Их можно замониторить, почему я про это говорю, потому что можно замониторить только одну из них, допустим, одну сторону, а про другую забыть. Вот, и вы будете думать, что у вас покрыто, вы видите все ошибки, но на самом деле серверные ошибки вы не видите. Например, потому что у вас встроенный какой-то механизм фейловера есть и запросы ретрайца, это влияет, эти ошибки непосредственно влияют на производительность конечную, производительность системы, но вы упускаете их из вида. Ну вот, посмотрим теперь на query, внутри транзакций. Ну вот, какая-то стабильная картина, опять-таки, в каком-то смысле в моем. Дневной меандр, в 8 часов начинает расти нагрузка, к ночи она заканчивается. Вот, если посмотреть эти приходящие коннекшены, приходящие запросы в разбивке конкретных видов запросов, то, ну, какая-то более детальная картина возникает, но в данном случае вроде бы все стабильно. Одинаково, вот какой-то конкретный селект, он как идет, ну, там какая-то флуктуация есть, но в целом он как идет, так и идет. Вот, здесь картина совсем другая, например, была более-менее стабильная картина, стабильная нагрузка, ну, с какими-то выбросами. А после этого пришли новые запросы, я хочу заметить, да, не было этих запросов раньше, каких-то из них. Ну, они были временами, но не все время. А теперь они все время создают нагрузку, и вот это важно смотреть, потому что вы думаете, о, боже, у меня база затормозила. Но это как бы новые запросы пришли, и они эту базу там, допустим, тормозят. Вот. Это график, который комплементарный. К этому время, соответственно, из pgstatstatements мы можем взять общее время, сколько конкретный запрос, база на него потратила времени, построить среднее время запроса. Вот здесь как бы довольно шумная картина, но в целом видно, что вот в коррелирующий, в соответствующий момент время обработки запросов упало. Что странно, нагрузка возросла, а среднее время запросов упало. Это потому, что среднее время запросов, ну, такая метрика довольно дурацкая, что ли. Пришло много запросов, каждый из них, может быть, выполняется в среднем чуть-чуть быстрее, чем те, которые были до этого, и, соответственно, среднее по всем, оно упало. Также часто предлагают мониторить, ну, например, включить slow-lock. Почему slow-lock, например, это недостаточный мониторинг для дюрейшенов запросов? Потому что он вам покажет выбросы, какие конкретно запросы тормозили, но он не покажет, что база тормозит из-за того, что в нее пришел вал вот таких быстрых запросов. Ну, тут у меня еще два примера по поводу, которые это в экстрим сводят. Конкретно, ну, вот мы видим, что был какой-то, потом большое какое-то время ответа базы, потом большой всплеск. К чему это соответствует? На самом деле, соответствует тому, что запросы практически в ноль провалились. Там вот, ну, не ноль, там какое-то количество происходит совсем маленькое. Они провалились в ноль, а время выброс, ну, время большое. То есть это, наверное, проблема, возможно, но конкретно это не проблема того, что вдруг начало все медленнее отвечать. Ну, и вот этот пример еще я покажу. Вот он такой более-менее стабильный, но если мы посмотрим за соответствующий график времени ответа базы, получается, что тут вообще непонятное, что-то происходит, какой-то большущий рост, потом пик вообще. Вот. Если опять-таки посмотреть в разрезе конкретных запросов, у вас картина проясняется. Это, вы знаете теперь, какие конкретно запросы начали вот это генерить. Они могли начать приходить с другими параметрами, они могли, планировщик мог передумать, как их исполнять или что-то такое. Но это дает вам картину. В общем, я закончил. Время у меня закончилось. Используйте use и red, чтобы вы могли все свои ad hoc мониторинги, ad hoc performance, какие-то тулзы, в какую-то систему ввести и понять, что есть что, и на что вы, может быть, еще не смотрите, что вы упустили. Спасибо. Спасибо. Можем перейти к вопросам. У кого есть вопросы, можно задать на стенде, но можно и здесь. Вас не слышно будет на записи. Готовы решения для мониторинга Progres, которые use red методологии реализуют, есть они? Ну, чтобы не писать все самому руками. Ну, а к метр, который мы делаем, а это один. Я бы не сказал, что нужны какие-то решения, которые сугубо в этой методологии работают. Проблема не в том, чтобы давайте, вот кто-то назвал это методом каким-то измерения, и давайте его натянем всюду, и у нас все будет классно, потому что, потому что вот мы галочку поставили, что мы его натянули. Пойнт-то в том, что когда вы мониторите, пытаетесь какую-то систему оперировать, и мониторите, хотите ее мониторинга покрыть, вот это use red, полезно думать про свой мониторинг в терминах use red, тогда вы поймете, что вы пропускаете. Тогда вы поймете, что вот здесь я замониторил ресурс, я его утилизацию вижу, а saturation у меня соответствующего нет, у него может утилизация невысокая, а saturation есть, и вы об этом не знаете, и проблема в производительности в этом. И эта методология, она не для того, чтобы вот этот ресурс approved by use or red, а для того, чтобы понять, что вы что-то не упустили. Таких систем, которые не упускают ничего, наверное, нету. Так или иначе, они все компромисс между гигантским количеством информации и, соответственно, детальностью, которую они дают. Привет, спасибо за доклад. А я хотел узнать твое мнение насчет четырех золотых сигналов. Ну, четыре золотых сигнала это такое полуобъединение use и red. Он говорит, что нужно мониторить вот это как use, только еще durations, потому что errors есть и там, и там. Остается, что red говорит, что надо еще реквесты и durations. Ну, соответственно, в каком-то смысле они меньше, чем use и red вместе. То есть они не показывают какие-то аспекты. То есть они не покажут, например, что профиль нагрузки изменился, потому что там нету монитор, сколько именно пришло запросов. Нет, а трафик, это он как раз за это и отвечает. То есть трафик, там есть сигнал трафик, сколько именно приходит на конкретный инстанс. Ну да, но трафик, опять-таки, про какой конкретный ресурс мы говорим? Трафик – это ресурс сетевой, правильно? То есть, а тут для базы там может быть ресурс транзакции, может быть ресурс – это реквесты, может быть ресурс – это реквесты на конкретной локе. Ну, да? Понял. Спасибо большое. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос практической направленности. Вот какую использовать методологию – это такой выбор каждого, но в конечном итоге мы хотим исправить какие-то ошибки, которые мешают заказчику пользоваться нашей системой, чтобы он был доволен. Вот какая из этих методологий позволяет быстрее эти ошибки выявлять, может за счет меньшего количества метрик как-то править их меньшими силами и так далее. То есть, какая дает больше профита в итоге? Ну, на мой взгляд, вопрос некорректный. Зависит от того, что вам подвластно изменять, что вы можете, что вам подконтрольно, что вы можете изменять. Если вы владеете вот этой частью, вам нужно, если вы владеете частью, которая может быть рассмотрена как ресурсы, то вам надо use использовать. Если вы, наоборот, владеете запросами, которые в систему летят, например, вы разработчик, и вы пишетесь селекты, которые грузят базу, а базу вам обеспечивает, не знаю, эксплуатация базы обеспечивает ваш заказчик, то вам подконтрольны только реквесты, и вам тогда надо мониторить их. Вам надо говорить, вот эти реквесты, они тормозят. Ну, duration у них или там ошибки, соответственно. Кажется, если я правильно понял вопрос. А если нам подвластны и ресурсы, и запросы, то что нам удобнее, то мы выбираем, да? Вам нужно и то, и то. Соответственно, по запросам вы понимаете, какие части… Сейчас. По запросу вы можете понять, какие части, условно назовем их, тормозят, да? Вот это. Вы видите, что база обрабатывает очень много времени именно вот эти запросы. И уже потом посмотреть на них с точки зрения, какие ресурсы они потребляют, где произошло. Если нельзя выделить вот такую ситуацию, да? Вот здесь можно выделить ситуацию, что у нас тут есть конкретный апдейт, два, я бы сказал, апдейта, которые все грузят. Здесь понятно. А есть ситуация вот как здесь. Здесь нельзя сказать, что конкретно грузит. Здесь, значит, произошло… ну… какой-то внутренний ресурс, который равноценен для всех этих запросов. Он был… он… в него произошло упирание, так можно сказать? В него уперлись, вот так можно сказать. И, соответственно, ну, то есть вот эта ситуация отличается тем, что, значит, ресурс, он не квери-зависимый. Он какой-то общий для них, для всех. Значит, вам надо смотреть на все ресурсы и смотреть, какой… С точки зрения системы, в конце концов, у вас вот этот весь… вот у вас весь этот красивый постгресс, он упирается все равно в железные ресурсы. Поэтому вам надо понять, какой железный ресурс страдает, потом понять, кто из этих создает на него нагрузку. вот так. Так, еще вопросы будут? Ладно, еще раз… Спасибо большое за доклад. Вопрос такой. Очевидно, вы собираете очень много данных о непосредственной инстансе постгресса на какой-то конкретной ноде. А как вы боретесь с тем, что это дает дополнительную нагрузку, как правило, ресурсы на серверах с BD, а не на вес золота? Ну, мы боремся двумя способами. Первое, мы говорим вам, что мы предупреждаем об этом, и мы боремся в том смысле, что если вы не готовы к дополнительной нагрузке, вы готовы вслепую лететь, вот как он работает, так и работает, потому что вы не готовы тратить ресурсы сервера, ну и, соответственно, платить за это в каком-то смысле, то мы вас предупреждаем, и вы делаете этот выбор. Это первый способ. Второй способ, в котором мы боремся, ну, понятно, мы оптимизируем просто то, что мы делаем. На самом деле эффективно там Акметр делает, ну, вот здесь сколько-то вьюх, да, Акметр делает запросы в эти вьюхи регулярно, но довольно редко, раз в минуту, и вот эти раз в минуту несколько десятков… То есть это не реалтайм? Ну, это сложный вопрос, что такое реалтайм. Ну, понятно. Давайте обсудим отдельно. Но, соответственно, нагрузка ограничена тем, как часто, как много запросов вы делаете. Эти запросы, их там в несколько десятков, они не очень тяжелые все, и даже на самом деле, если их делалось в каком-то смысле более реалтайм, чем раз в минуту, все равно эта нагрузка довольно ограниченная по сравнению с запросами. Ну, вот мы видели, да, сколько там базу летит запросов. Ну, просто какой-то пример. Ну, вот несколько тысяч. Тут не видно, но там две тысячи. Соответственно, даже если вот эти несколько десятков опрашивать раз в секунду или как часто вы хотите, ну, это все равно доля. Доля. Вот. Понятно. Спасибо. Ну, у нас сейчас по расписанию Coffee Break. Поблагодарим еще раз Павла. Спасибо. 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 Спасибо.